Продолжение следует... 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 Клиническая стадия до радикального лечения соответствует локализованному процессу в простате. И, конечно же, обязательно необходимо морфологическое подтверждение локального рецидива в предстоятельной железе. И крайне важным моментом является, что такая сложная категория пациентов должна проходить лечение в высокоспециализированных онкологических центрах. Как известно, брахотерапия – это локальная внутротканевая лучевая терапия, основанная на введении радиоактивных источников непосредственно в ткань простаты. Сейчас мы будем рассматривать исключительно брахотерапию с высокой мощностью дозы. В качестве источника чаще всего используется Иридий-192. И высокодозная брахотерапия состоит рутинно из нескольких основных этапов. Это получение изображения, последующее оконтуривание органов предстательной железы с семенными пузырьками прямой кишки и уретры. Создается приплан, далее в пораженный орган вводятся интрастаты, создается постплан, моделируются контуры соответствующих органов и производится дозиметрическое планирование и в последующем облучение. И необходимо сказать, что при лечении данной категории пациентов, ну впрочем, как и других, обязательно должен проводиться мультидисциплинарный подход. И эти пациенты, которым нужен именно индивидуальный подход в выборе методик возможных лечения. И позвольте представить свой клинический опыт лечения данных пациентов. Всего за 5 лет у нас таких пациентов с диагностированным локальным рецидивом ракопростаты было 7 человек. Вот, которым мы провели спасительную высокодозную брехотерапию. До дистанционной лучевой терапии медиана возраст составляла 68 лет. Уровень ПСА средний был 13 нанограмм на миллилитр, наибольше 32. И также все пациенты были за исключением одного. С локализованным раком предстательной железы. Морфологически преобладали опухоли ГЛИСН-7, 3 плюс 4. Пациентам была проведена стандартная дистанционная лучевая терапия с уморно-очаговой дозой 72-78 ГРЭИ. Проводилась андроген-депривационная терапия по показаниям. Медиана времени до локального рецидива составила 54 месяца, что в принципе соответствует литературным данным. Пациенты до проведения высокомощностной брехотерапии получали андроген-депривационную терапию в течение 3-12 месяцев. У всех пациентов инструментально и морфологически был подтвержден локальный рецидив ракопредстательной железы. Гистологически верифицирована аденокарцинома с лечебно-патоморфозом. Также у этих пациентов отсутствовали региональные отдаленные метастазы. Уровень ПСА на момент диагностики рецидива средний составлял 4,5 нг на миллилитр. И медианное наблюдение у этих пациентов после брехотерапии порядка 28 месяцев составило. Средний объем простаты 20 кубических сантиметров. При этом у пациентов достаточно были хорошие характеристики мочеспускания. Это был один из критериев отбора для выполнения спасительной брехотерапии. Большинство пациентов получало альфа-адреноблокаторы. И всем 7 пациентам была проведена спасительная высокодозная брехотерапия с проведением АДТ в течение 6 месяцев после завершения лечения. Пациентам подводилось 2 фракции по 12 грей. И биоэквивалентная доза составляла 165 грей. Имплантировано до 18 интрастатов максимально. В последующем мы оценивали функциональный результат, то есть качество мочеспускания. Также оценивали лучевые осложнения, хирургические осложнения, уровень ПСА в динамике, частотовая визуализация локального рецидива по данному МРТ, ПСА безрецидивной выживаемости и общей выживаемости. Максимальная потоковая скорость мочи незначительно уменьшалась после выполнения брехотерапии через 3-6 месяцев. Объем остаточной мочи также увеличивался приблизительно в 2 раза в среднем с 10 до 20 мл. Балл АПСС существенно не менялся. Качество жизни субъективно у пациентов несколько ухудшалось. При оценке осложнений генитоуринарные лучевые осложнения по соответствующей шкале ранние были выявлены практически у всех пациентов 1-3 степеней, а поздние лучевые осложнения первой степени были выявлены у двух пациентов, второй степени также у двух пациентов. ПСА общей до брехотерапии составил 4,5 мг на мл. На момент отмены анроген-депривационной терапии 0,55 мг на мл. И через 6 месяцев после отмены мы видим некоторую тенденцию к увеличению данного маркера. При этом по данным обследования признаков локального рецидива у данных пациентов в предстательной железе не было выявлено по данным методов визуализации. У двоих пациентов выявлено повышение уровня ПСА более 2 нг на мл. И у этих пациентов выявлено системное прогрессирование метастаза лимфатических узлов и соответственно метастаза кости скелета. При этом все пациенты до сих пор живы. Таким образом, спасительная брехотерапия с высокой мощностью дозы является эффективным методом лечения локального рецидива ракопростаты после дистанционной лучевой терапии. Методика, обладая достаточно низким риском развития лучевых хирургических осложнений, позволяет сохранить качество жизни пациентов, несмотря на то, что это было повторное облучение. И позвольте коротко представить клиническое наблюдение, достаточно спорное. Пациент на момент дистанционной лучевой терапии 52 года, изначальный уровень 32 нг на мл. Пациенту в 2018 году была выполнена биопсия простаты, выявлена аденокарцинома глиссин-7. По месту жительства пациенту началось проведение андроген-депривационной терапии. В последующем стадия локальная ЦТ-3Б. Пациенту проведен курс дистанционной лучевой терапии с суммарной очаговой дозой 78 г. Рекомендовано продолжить АДТ до 2 лех. Но пациент по каким-то причинам прекратил прием андроген-депривационной терапии через 3 месяца после окончания лучевой терапии. В последующем пациенту через год отмечено повышение уровня ПСА до примерно единицы. И 0,8-20 уровень ПСА составлял более 3 нг на мл. По месту жительства выполнено МРТ малого таза в простате. Выявлен локальный рецидив и назначена андроген-депривационная терапия, которую он в последующем получал чуть более года. Далее пациент у нас в клинике был обследован. Признаков регионарного отдаленного метастазирования не было получено. Пациенту была выполнена биопсия предстательной железы. Гистологически во всех 12 фрагментах подтверждена аценарно-аденокарцинома с лечебным патоморфозом второй степени Полушникову. Причем процент опухоли в предстательной биоптатах составлял до 100% в левой доле. В общем-то она визуализировалась по данным МРТ. И пациенту проведено 2 фракции по 12 грей, высокомощностной брехотерапии и представлено дозиметрическое планирование. В последующем пациент в течение полугода получал анарогенодепривационную терапию. И через 6 месяцев у пациента уровень ПСА незначительно вырос на фоне отмены 0,379 нг на мл. И при последнем контрольном обследовании в июне 2022 года отмечено повышение уровня ПСА до 0,7 нг на мл. Пациент мы отпустили под тщательное динамическое наблюдение. Контроль ПСА должен быть в сентябре месяце. И при последнем контрольном обследовании, которое пациент проходил у нас в клинике, по данным магниторезонанса томографии органов малого таза с контрастным усилением, данных за локальный рецидив ракопростаты у пациента получено не было. Благодарю за внимание. Продолжение следует...